Врач становится предпринимателем Врач становится предпринимателем Врач становится предпринимателем рекрутинга медицинского кадрового агентства «Умникум». Тоже очень старое кадровое агентство и тоже специализирующееся на подборе только медицинского персонала. Добрый день. Ну что ж, давайте начнем, наверное, с чего начинается организация медицинского центра. Это с подбора персонала. Вот какие ошибки нельзя допустить на старте, как лучше организовать этот процесс, какие есть лайфхаки, как решить самые насущные проблемы – укомплектация медицинского центра кадрами. Елена, давайте начнем с вас, ваше мнение. На самом деле, как к представителю кадрового агентства, именно с этим вопросом наши клиенты, медицинские организации к нам и обращаются, и задачи по подбору персонала, которые нам приходится решать, они совершенно разные и зачастую очень сложные, особенно в реалиях текущего рынка, когда кандидатов становится все меньше и меньше, а предложений у этих кандидатов, я говорю именно в контексте медицины, на рынке достаточно много. Они максимально избирательно подходят к выбору своего потенциального работодателя, поэтому сейчас, наверное, эта тема максимально актуальна, потому что здесь, на самом деле, ключевой лайфхак начинается с того, с чего в принципе нужно начинать подбор. Это первое, с того, что нужно самому работодателю понимать профиль кандидата, которого он ищет, откуда хотелось бы видеть этих кандидатов, а непосредственно человеку, который подбор будет отуществлять, независимо, будет его внутренний HR или это будет, соответственно, представитель, опять-таки, кадрового агентства, который будет ему помогать в решении этой задачи. И вторая немаловажная вещь – это формирование коммерческого предложения для кандидата, которое может его действительно заинтересовать и которое будет актуально текущему рынку. Поэтому работодателю, прежде чем идти и задумываться на тему того, где и каким образом ему искать кандидатов, для того, чтобы быть, скажем так, в тренде, для того, чтобы быть для данного кандидата максимально конкурентоспособным с точки зрения предложения, потому что, как я уже сказала, кандидаты активно выбирают себе потенциальных работодателей и, естественно, выбирать они будут согласны тому, что для них может быть более выгодно. И второй момент, с которым сейчас мы сталкиваемся – большой процент кандидатов в принципе не активно выходит на рынок, старается, если у них не критичная ситуация, оставаться на тех местах, на которых они находятся. Поэтому здесь второй момент очень важный, что взаимодействовать при закрытии вакансий, скорее всего, придется с людьми, которые активно работу не ищутся, которые в принципе не заинтересованы в том, чтобы куда-то переходить, что-то смотреть, поэтому для них здесь уже надо будет обсуждать их внутренние потребности и предлагать какие-то, возможно, даже индивидуальные условия. То есть в данном случае работодатель должен быть морально готов к тому, что ему нужно быть максимально гибким в обсуждении каких-то вариантов для своего потенциального кандидата, если он, соответственно, и будет ищет его. Оксана Валентиновна, а кто у вас ищет персонал в ваших медицинских центрах? Ну, у нас есть управляющие, которые непосредственно работают с персоналом. Сколько у вас персонала, давайте начнем? Сколько у вас человек работает? Где-то человек 70. То есть 70 человек у медицинского персонала, вот это костяк. Ну, это не только медицинский персонал, это и администраторы, которые не всегда являются медицинским персоналом, но они работают в медицинском центре и, соответственно, так или иначе они сталкиваются с какими-то медицинскими терминами и так далее. Поэтому предпочтительно и администратора брать с медицинским образованием. Но, повторюсь, не все, а все-таки с медицинским. Итак, ищут управляющие. Ищут управляющие. Если это, вот как у меня, франчайзинговая сеть, то мы стараемся где-то через сарафанное радио, через свой персонал, который работает у нас, давать какую-то задачу, и они помогают нам, кого-то советуют, кому-то предлагают, как правило, работают в нескольких медицинских центрах сотрудники, допустим, там где-то на госслужбе и в коммерческих медицинских организациях. Соответственно, они кидают такой клич, и мы отбираем, как правило, таких с большим опытом людей, вот, таким образом. Если уж совсем там новый медицинский центр, или он находится там, допустим, за МКАДом, где такая присутствует местечковость, тогда мы подключаем HeadHunter. И, естественно, смотрят сертификаты, все документы, прежде всего, стаж работы, внешний вид, ну, в общем, все для того, чтобы этот сотрудник нам подошел. Был ли у вас опыт работы с кадровыми агентствами? Был, также с Уникам. Самым уникумом был опыт работы. Но, как правило, когда у тебя уже сетка существует длительный период времени, то это в меньшей степени обращаешься куда-то в кадровые агентства. Ну, для начинающего медицинского центра это тоже подтверждается, это выход. Да, это хороший выход. Потому что нет сотрудников, которые могут поискать, да, и надо с чего-то начинать. Ты даешь вводные, какую-то специфику свою, да, подписываешь договор, и агентство ищет, да, персонал. И потом они как-то могут тебя подстраховать, что сотрудник не уволится у тебя там на завтра, так как ты оплатил, значит, вакансию для поиска, то, соответственно, какие-то гарантии есть. Кстати, очень хорошую тему вы упомянули. Вы ищете опытных сотрудников. Вот есть мнение, что, может быть, иногда лучше воспитывать кадры у себя внутри самостоятельно, особенно если врач яркой личности, он хочет создать коллектив под себя. То есть, вот, наверное, Ирина, что вы, Владимир, что вы об этом думаете? Да, можно просто по имени, да, и это так будет комфортнее. Ну, мое мнение, конечно же, как человека больше занимающегося развитием персонала и обучением, ну, достаточно сложно любой организации, медицинской, не медицинской, но вот медицинской в особенности, найти человека, который идеально будет соответствовать вот всем требованиям и стандартам, которые в клинике есть. Поэтому, конечно же, хочется найти кандидата и с минимальными вложениями ввести его как можно быстрее, да, чтобы он начал работать и, в общем-то, отдачу какую-то приносить. Но реалии таковы, что, да, профессиональные качества важны, но в конечном счете, вот, качество работы сотрудника определяют его личностные компетенции. Вот ту эффективность работы, да, как говорится, люди за деньги приходят на работу, но работают они не за деньги. Вот, и как раз-таки проще найти, наверное, человека, отвечающего по личностным качествам, да, вашим требованиям, требованиям вашей сети, вашей клиники. А вот в профессиональном плане дорастить его, да, до определенных стандартов, ну, понятно, мы не говорим, что мы берем школьников и врача растим, да, на рабочем месте. Конечно, нет, мы берем человека с образованием, но понимаем, что мы можем в него вкладываться, профессионально развивать с помощью конференций, повышения квалификации, стажировок и так далее. Но вот основное, да, личностные качества, то, что достаточно трудно менять, трудно развивать, да, это долго во времени стоит, такие как ответственность, пациентоориентированность, отношение, да, к работе, к коллективу, к клиентам, к пациентам. То есть это либо дано, либо нет, вы так считаете? Нет, я, конечно, как раз-таки считаю, что это можно развивать, но просто есть случаи, когда этот путь очень сложен. И вот, например, маленький такой оффтопчик, в Израиле даже в медицинский вуз, да, и в училище принимают людей, опираясь в первую очередь не на знания там в области биологии, например, химии или еще чего-то, а на его личностный профиль, на то, как он настроен и нацелен на взаимодействие с людьми. И если у него в базовой комплектации нет установок на работу с людьми, он не любит людей, ему это некомфортно, они не будут его брать, даже на учебу. Поэтому да, в этом случае у нас таких ограничений нет. А как определить, есть эти предпосылки или нет? Какие методики? Конечно, ну методики, смотрите, с точки зрения... Можно просто поговорить, интуитивно почувствовать. Твой не точа. Ну, то, что мы называем интуитивно почувствовать, на самом деле есть какая-то система. Ну, есть система, есть... Вот Елена сказала в самом начале, что надо определиться сначала, а что мы хотим, с точки зрения личностного профиля в том числе. И почувствовать, то, что мы называем почувствовать, на самом деле это проективные методики, которые позволяют с помощью анализа ответа кандидатов на правильно заданные вопросы понять его реальное отношение, вот как раз-таки то, о чем я говорила, к людям, к работе, к своей собственной, что для него такое работа, выяснить его систему мотивации. Потому что люди тоже разные, не все ориентированы исключительно, да, там, на патриотизм, не все ориентированы исключительно на деньги, для кого-то важны персональные достижения. То есть вот эти все вещи... Очень часто сейчас это некий жизненный баланс, что было близко к работе, не занимало много времени. Абсолютно точно, потому что для медицины это особенно характерно. Елена, есть что-то добавить, по-вашему, как оценить на входе личностные качества человека? На самом деле я, в принципе, соглашусь действительно с Ириной, но много определяется действительно в ходе беседы с кандидатом, и в том числе даже в ответах на совершенно банальные вопросы. Даже причина ухода с предыдущего места работы может сказать достаточно много о человеке, особенно если эти причины были достаточно частыми. Во-первых, это показывает его мотивацию, что для него важно, в принципе, при выборе работы, и что его мотивирует, в принципе, работать. Только ли это деньги, или есть еще какие-то дополнительные факторы. И также это его в некоторых случаях может характеризовать некоторые его качества, как ответственность, стрессоустойчивость, конфликтность или неконфликтность, потому что не всегда люди уходят в предыдущих мест работы только по причине территориального расположения или каких-то других материальных мотиваций, там деньги, график и так далее. Бывают случаи, когда кандидат может даже откровенно признаться в том, что у него был конфликт с руководителем. Это, соответственно, может уже заставить задуматься потенциального работодателя о том, насколько может ли повториться аналогичная ситуация именно с ним, если он возьмет этого человека в перспективе на работу. Ну и плюс действительно, помимо проективных вопросов, можно задавать вопросы нескольких ситуаций, сколько просить приводить примеры из личного опыта кандидатов именно нацеленные на те моменты и на те нюансы, которые интересуют лично вас. То есть, например, вам важно, насколько клиентоориентированный доктор. То есть, вы можете, например, попросить привести пример какого-нибудь сложного пациента, с которым ему приходилось работать, который запомнился ему, и дальше уже эту ситуацию с ним раскручивать. Чем, в итоге, к какому результату он с этим пациентом пришел? Как он оценивает свою работу как врача, совместно проведенную с этим пациентом? Настался ли пациент доволен или нет? Удалось разрешить конфликт? В чем, в принципе, суть была конфликта? В чем сложность для него была решение этой задачи с пациентом? И здесь уже очень многое в контексте того, как он эту ситуацию разворачивает, может быть по нему понятно. Во-первых, результат, который он достиг, насколько он был лоялен в данной ситуации с этим пациентом, и на что он сам обращает внимание, когда он говорит о сложности. Вот, собственно, как бы один еще из вариантов оценки того или иного качества, которое интересует. Но в первую очередь, естественно, для того, чтобы понимать, что нужно спрашивать, нужно понимать, чего вы хотите услышать. То есть какие конкретно качества вас интересуют, и на какие конкретно качества вы будете прицельно задавать вот такого плана, там, либо проективные вопросы, либо там пытаться просить привести примеры, либо, возможно, даже какие-то ситуации, ролевые игры, с ними проигрывать, там, вы в качестве сложного пациента, а он в качестве врача, который к нему пришел. Но здесь тоже важный нюанс, опять же, в реале, в текущей действительности, насколько кандидат, приходя на собеседование, готов к тому, что с ним, например, будут подобного рода ролевую игру проигрывать. Это может, наоборот, как расположить, потому что покажется интересным, а может оттолкнуть, потому что, ну, слишком сильно, как они иногда выражаются, кандидаты, слишком сильно экзаменуют его человек, которому приходится интересный баланс. То есть должна тоже мера и не увлекаться рекомендациями из книг по построению команды и забрасывать всевозможными задачками, включая там прыжки в мешках, да? То есть везде нужна везде какая-то... Оксана, у вас есть любимый вопрос при собеседовании? Есть. Он такой психологический, значит, не стрессоустойчивость, а конфликтность. Допустим, мы рисуем кружок, квадрат и треугольник. Ну, такой банальный, да, тест. И, соответственно, какой соискатель выбирает, какую фигуру выбирает, от этого зависит, насколько он конфликтный. Также можно попросить рекомендательные письма от предыдущих работодателей, для того, чтобы понять, действительно ли только переезд явился причиной ухода с предыдущего места работы. Ну, вот такие маленькие лайфхаки. Хорошо. Давайте к следующему вопросу про систему мотивации. Да, вот есть несколько мнений о том, должна ли работа врача, например, или администратора быть построена на переменные составляющие, привязанные к выручке, да, медицинского центра, если речь идет о коммерческой медицине. Есть совершенно деметрально противоположное мнение, что, да, с одной стороны, администратор или врач – это часть команды, и он должен зависеть напрямую от финансового результата организации, поэтому чем меньше зарабатывает организация, тем меньше получает сотрудник. А есть, наоборот, что врач не должен думать о деньгах, это должно быть в сторонке, он должен заниматься тем, чтобы показывать медицинскую помощь. Вот можете поделиться своим мнением по этому вопросу? Ну, наверное, Елена, с вас начнем. Есть ли у вас такое мнение? Какая практика чаще сейчас? Какая наиболее успешная? Может быть, есть еще какие-то варианты? Ну, на самом деле, мотивация, я имею в виду, оклад плюс-переменно составляющий у врача и у администратора, они сильно отличаются, да. Для администратора скорее, да, может быть, действительно, в зависимости, конечно, от тех задач, которые перед ним стоят, скорее логичнее действительно просто фиксированная часть, потому что если у него не стоит задачи что-то допродавать, какую-то там услугу с точки зрения расширения среднего чека или какие-то дополнительные средства, не знаю, по уходу за собой или какие-то витамины для здоровья и так далее, то, по идее, его основная задача просто действительно быть лицом клиники, максимально приветливым клиента ориентированным и, соответственно, правильно вести там и переговоры с пациентами направлять и вести там документацию, которая к нему приходит. Поэтому в этом случае чаще всего все-таки для администраторов, наверное, правильнее именно там либо фиксированный оклад, либо, как часто это бывает, просто оплата рассчитывается исходя из отработанных часов или отработанной смены. И премии какие-то, которые они могут получать, они получают, например, за переработки. То есть если они отработали условно не 8 часов, а там 9-10 больше, соответственно, с этого момента у них идет увеличение и дополнительная мотивация. Что касается врачей, все-таки в частной медицине чаще всего практика идет к тому, что есть фиксированный оклад и есть доп. мотивация в виде либо это процент от приема, либо это процент от приема и манипуляции, если это хирургическая специальность, где он может помимо первичного, вторичного приема назначать и отуществлять еще какие-то дополнительные манипуляции с пациентом. Либо это, помимо всего прочего, процент от направления на анализы и процент от перенаправления к другим специалистам, к другим врачам. Для клиники, наверное, это с точки зрения достижения определенных финансовых показателей, это, наверное, самая правильная схема, потому что если врач помимо этого понимает, что за то, что согласно своему протоколу деятельности он перенаправит со своего приема на прием, например, к кардиологу, если терапевт получит еще дополнительное бонусирование, он, скорее всего, это сделает. В других случаях может быть логично, он, скорее всего, сделает ровно то же самое, но так у него есть дополнительная мотивация, действительно, согласно и протоколу, и возможностям не упустить этот шанс и перенаправить к другому специалисту. Тем самым он увеличивает средний чек. Рушение медицинских стандартов, чтобы это было значением, и здесь должна быть какая-то система контроля вот таких первоназначений. Это, наверное, отдельный вопрос, который, может быть, мы успеем сегодня затронуть. А какое приблизительно соотношение, так как основная практика, переменная и постоянная части зарплаты для, скажем там, для врачебного персонала, для среднего медицинского персонала. Я знаю, что большинство компаний для управленческих кадров стремятся сделать 50 на 50, поправьте, если не прав, но вот это более-менее такой считается золотой стандарт, что половину ожидаемого дохода должен получать гарантированно, половину привязана к так называемым KPI. У врачей, у администраторов, медсестер какие есть ли какие-то такие рекомендации? Не стандарты, а рекомендации? Ну, на самом деле, действительно, по рынку совершенно разные цифры клиники дают с точки зрения соотношения окладной части и процентной. И когда мы общаемся с кандидатами, они чаще всего все-таки уточняют средний совокупный доход, на который они могут выйти, нежели именно тот фикс, на который их изначально приглашают. Но, наверное, самое такое стандартное, разумное для врачей, это все-таки где-то там от 50-60, не меньше в виде окладной части, все остальное в виде процента, там порядка 15% от приема и манипуляции, где-то 7-9% от направления на анализы, но перенаправление к врачам, там тоже 5%-10%. Это такая, наверное, самая продуктивная схема, но, естественно, не во всех клиниках эта схема поддержки. Оксана, как у вас? А вот я хотела немножко сказать, что по поводу администратора, что все-таки моя точка зрения, и у нас работает так, и у меня такой опыт, что администратор должен работать все-таки в команде администратор, медсестра и врач, потому что администратор с допродажами может очень хорошо расширить средний чек, и они должны вообще знать друг друга и как-то между собой общаться, то есть если у врача хорошее отношение с администратором, то это достаточно плодотворно влияет на работу администратора и врача, потому что они дополняют друг друга, и тем самым расширяют средний чек, и мотивация у администратора, как правило, если она просто оклад, то они начинают расслабляться, как-то не особо стараться, а когда у них есть все-таки оклад, и еще там зависит от премии, когда они работают без замечаний, когда они там ориентированы на то, чтобы у них не было никаких замечаний, они за это получают дополнительную премию, также план по выручке. То есть дополнительную премию, то есть не минусуется доход, а дополнительная премия. То есть это мотивация со знаком плюс. Они могут получить эту премию, если у них есть замечания, они могут ее не получить, и тогда они начинают стремиться к тому, чтобы вся команда работала хорошо, и, соответственно, выручки были выше, замечаний было меньше, или вообще не было. А замечания – это жалобы пациентов, или это вы пришли, вам не понравилось, сделали замечания? Нет, это разбирается в каждом отдельном случае, и, конечно же, если это действительно жалоба оправдана, то да, тогда снижается премия, или она вообще минусуется. И, соответственно, качество работы администратора повышается, то есть они должны хорошо выглядеть, да, аккуратно, опрятно, то есть это все как бы в целом делает картинку, да, действительно, администратор – это лицо медицинского центра, первое впечатление, и вот это все в совокупности, оно должно работать на расширение среднего чека. То есть у вас не только финансовые показатели, но и не финансовые, к которым относятся это количество жалоб, наверное, еще какие-то, да? Ну, количество жалоб, заполнение журналов, то есть аккуратность в самом медицинском центре на рабочем месте, то есть когда пациент приходит в коммерческое медицинское учреждение, он как бы смотрит на все, да? Эта система меняется с годами, или она у вас достаточно стабильна? Ну, вот такие столпы, наверное, которые не меняются. Есть какие-то там с веянием времени, допустим, там вот были, наступил ковид, и мы вводили дополнительную какую-то мотивацию, потому что это увеличение пациента потока большое было, достаточная стрессоустойчивость, то есть мы за какие-то показатели дополнительно вводили. А так, вот без замечаний премии и план за выручку, это, как правило, дополнительно к... К основной части. Да, да, да. Ирина, как часто вообще можно менять вот правила игры и системы мотивации? Я знаю, что там очень активный руководитель любит там делать это практически ежемесячно, в зависимости от того, что произошло накануне, да? Теперь у нас будет еще штраф за это, или у нас будет премия за это. Я так скажу, что это, наверное, зависит от нескольких факторов. Вот если мы говорим про медицину, то медицина, в принципе, среда достаточно консервативная, поэтому она не терпит вот такой скорости и нестабильности. Ну, с точки зрения, да, людей, которые работают, они все-таки привыкли играть по определенным правилам. Ну, более того, любые правила игры тоже надо менять, я бы так сказала, аккуратно, да, с людьми надо договариваться. Вот вы когда эту тему даже вводили, вы сказали, да, что есть ожидания у работодателя от того, да, как должна выглядеть система оплаты труда, есть ожидания у работников. И, конечно, они разные абсолютно, и их надо соединять, и когда мы людей берем на работу, мы с ними договариваемся, мы им продаем свою систему оплаты труда, объясняем, как им будет классно. Ну, собственно, когда они у нас, и когда мы планируем что-то менять, мы тоже, я бы рекомендовала тоже договариваться, да, и понятно, что во всем хороший баланс, заискивание лишнее с персоналом тоже не очень хорошо, и разные ситуации требуют разных мер. Но если в компании сформирована культура, да, когда там люди знают, что у них руководитель слишком творческий, и можно ожидать любых изменений в любой момент времени, и они готовы, они в этом работают, в принципе, для них это не будет проблемой. Но если вы работаете, ну, в принципе, в достаточно таких уже понятных, отработанных стандартах, то, на мой взгляд, там, раньше раза в год точно не нужно менять систему оплаты труда, а хорошие системы могут и дольше поработать. А можете повторить фразу, которую вы сегодня сказали, человек приходит работать за деньги? А, ну да, что он на работу приходит за деньги, а работать не за деньги? Вот мы это сделаем названием передачи. Вот я знаю, что вы адепт, как бы, утверждение, что, в общем-то, деньги, вот это не самый главный фактор мотивации. Можете развить эту идею? Конечно. Потому что не самая очевидная. У меня же патриотический тип мотивации, поэтому я, конечно, могу развить эту идею. Да, ну, на самом деле, в принципе, в каждом из нас есть определенный набор, да, мотиваторов, как и финансовые, в том числе, понятно, что, принимая людей на работу, важно смотреть, и есть, на самом деле, методики, достаточно они бесплатные и распространенные, там, в сети интернет, можно посмотреть хорошую методику по Герчикову, это наш российский психолог, психолог, и почему она хороша? Потому что она действительно подходит под наши российские реалии, под наш менталитет. Вот, ну, вернее, разработана была она в Советском Союзе, но менталитет, в принципе, честно говоря, не сильно поменялся, и он раскладывает на пять типов мотивации, не будем сейчас, да, конкретно про Герчикова говорить, но почему важно понимать, какой тип мотивации у человека присутствует, потому что тогда ему, ну, с ним проще, наверное, договариваться об этом, да. Если человек, вот, например, мы там берем и пишем в объявлении, нам нужны люди, которые там готовы развиваться, а нам правда они нужны? Вот когда мы берем медицинских сестер, это люди, в принципе, которые выбрали профессию достаточно стабильную, они готовы развиваться профессионально, в рамках своей среды. Те, кто хочет двигаться дальше, они, как правило, не остаются в рамках, да, вот именно сестринской специальности, они идут, получают дополнительное образование. Я думаю, что это трансляция активного руководителя, что все должны быть вот такой, как я. Да, но вопрос в том, что... Те, кто тоже нужен, да, то есть вот 20% меняются там до 20, хорошо, они новую кровь привносят, а когда у нас все такие творческие хотят развиваться, вот приходит девушка на собеседование, она вчера закончила вуз, я хочу карьерный рост, она еще работала там месяц где-нибудь, да, до этого стажировалась, а куда ты хочешь расти, да, куда вы хотите развиваться? Я не знаю, но точно хочу. Ну, то есть вот, а что мы будем делать? Нам же надо, чтобы сотрудник пришел и те деньги, которые мы вложили на его становление в компании, чтобы он выучил наши стандарты, начал действительно полноценно работать и приносить компании необходимую прибыль, да, чтобы он какой-то период действительно отработал и менять, да, какие-то настройки мотивационные в тот момент, когда мы понимаем, что у него уже начинается скука, начинается выгорание, какие-то симптомы мы ловим, тогда мы начинаем вводить что-то дополнительное, разговаривая с ним, понимая его тип мотивации. Он хочет расти или, может, он просто хочет больше денег? Может, просто устал. Да, а может быть, скорректировать ему график работы или еще что-то, да, ну, то есть тут уже индивидуальный подход включается. У вас были такие примеры, когда к вам приходил сотрудник, я хочу расти, расти некуда? Ну, как правило, мы не говорим, что расти некуда, потому что даже та же медсестра может стать старшей медсестрой, вот, поэтому мы так сразу не обрезаем крылья, но, конечно, это немножко так пугает, потому что, в принципе, там, медсестре особо расти некуда, но, конечно, я согласна с тем, что, да, действительно, не только за деньги работают, то есть, прежде всего, это близость к работе, то есть удобство, да, как любому человеку, особенно сейчас. Ну, и корпоративную культуру, наверное. Да, чтобы было приятно прийти и пообщаться, особенно вот в небольшом коллективе, да, и женском, ну, вот, у нас, например, медицинский коллектив, они, как правило, женские. Хочется, чтобы все было спокойно, может быть, с каким-то присутствием творчества, но все-таки более такого стабильного, вот, и чтобы было хорошее настроение, чтобы поработали в команде, и такая какая-то была зарплата стабильная и конкурентноспособная. Вот эти все факты... Ну, поделитесь рецептами, как сделать такую замечательную атмосферу, чтобы люди с удовольствием приходили на работу. Вот у нас, хочу даже немножко похвалиться, очень много сотрудников, которые работают более 10 лет в компании, и это такая достаточно работа. То есть, в силу того, что, наверное, у меня не так много сотрудников, да, по сравнению с огромными, но 70, да, но есть девчонки управляющие, вот, у нас со всеми хорошие отношения, у всех есть, у всех сотрудников есть мой телефон, моя электронная почта, и они знают, что если какой-то... Ну, то есть, у нас нету такой подковерной возни, которая может пройти, допустим, мимо меня, вот, и если уж совсем какая-то вопиющая несправедливость, то они могут прийти, рассказать о том, что вот у нас происходит то-то, то-то, и я вмешаюсь, и как бы справедливость восторжествует с моей точки зрения. Ну, ты приходишь, пьешь чай с людьми, разговариваешь, общаешься, прощупываешь вот эту почву, да, и ты понимаешь, что здесь все спокойно, выдохнул, поехал дальше. Приезжаешь в другой медицинский центр, то же самое, да, и ты сразу чувствуешь, где вот есть такое что-то там, напряжение, да, и ты спрашиваешь людей, а что происходит, а как? Кто-то жалуется, кто-то, значит, говорит, вскрывается какой-то нарыв, как правило, и ты начинаешь думать, как сделать так, чтобы всем было хорошо, и если это удается, вот тогда сотрудники с тобой долго. И, конечно, они должны видеть, что ты не просто как бы лежишь там на диванчике, а ты действительно участвуешь в этой жизни и слышишь их. То есть мне кажется вот так. Какое-то личностное уважение и теплые такие отношения, доступность руководителя, мне кажется так. Вы собираетесь все вместе? Да, обязательно. У нас есть корпоративы. То есть разные медицинские центры. Да, у нас, как правило, мы не отдельно собираемся, но у нас есть, допустим, там 10 лет медицинскому центру, мы идем там все вместе в театр, и люди как бы раскрываются немножко с другой стороны. Мы все решаем, какой мы вид, значит, выбираем развлечения, да, и идем. А потом у нас есть, значит, новогодние корпоративы, какие-то летние выезды. И это все, конечно, раскрепощает, сплачивает людей. Ты понимаешь вообще, куда ветер дует. И я желаю всем руководителям все-таки участвовать в жизни, ну, по мере возможности, конечно, потому что объемы у всех разные. Но вот это вот мой стиль управления. Ирина, я знаю, что у вас безграничный опыт по строению хорошей корпоративной культуры в больших компаниях. Ну, расскажите какой-нибудь самый знаковый. Я вот слушаю, Оксану, ну, на самом деле, ну, корпоративная культура, это же не секрет, это отражение личности руководителя. И там, это же, вот я все время говорю, как в воспитании детей. Ну, невозможно, да, там, делать одно, а говорить другое. Люди очень четко считывают, ну, правду. Вот, поэтому и действительно, да, когда люди видят заинтересованность в себе, видят обратную связь, да. Вот, например, очень мощно проявляется корпоративная культура в сложных ситуациях, да, с клиентами. Как вообще выстроена вот эта история взаимодействия с клиентами? Я думаю, что последние несколько лет это было очень сильное испытание для корпоративной культуры компании. Абсолютно точно. Потому что шторми очень сильно и проявлялись, и продолжают, мне кажется, штормить. Вот, и я хотела сказать, что, что как раз-таки отношения, первое, это то, как простроены процессы работы с пациентами, да, потому что, в принципе, чем больше зоны неопределенности, тем больше мы в нее попадаем, ну, и это тоже, то есть, и такие культуры тоже есть. Есть культура с четко отстроенной системой работы с пациентами, с их отзывами, да, и есть абсолютно хаотичная история, и это просто, ну, две разные культуры, да, одна управляемая, другая неуправляемая. Вот, а как... Извините, что перебиваю, то есть, как бы, не жалко было денег и личного времени инвестировать в корпоративную культуру, это обязательно... Серые зоны управления, вот там, где как раз культура работает там, где вы не дотянулись, да, персональной рукой. Под контроль. Да, да, поэтому инвестировать в это время нужно обязательно. Ну, может, какой-нибудь пример все-таки расскажете? Пример чего? О, вот Оксана, мне кажется, привела прекрасный пример персонально. Я могу еще один пример, но вот на таком небольшом, да, вот у нас случился ковид, и у нас сотрудница работала 10 лет. Он такой немножко печальный, но все-таки он достаточно сильно сплотил коллектив. Ей было 46 лет, она долго у нас работала, а у нее была дочка, она одна воспитывала дочь, и она умерла из-за ковида, и как бы весь персонал откликнулся, причем сам. То есть, это было вот понятно, случилось, все перезвонились, все собрались, все помогли, потом еще на каком-то определенном количестве времени помогали дочки, она приходила. И вот мне кажется, что сотрудники, когда они видят, да, что-то, что-то вот случается, они сразу раз на руководителя, а что вот как? А если у тебя глаза спокойные, и как бы мы продолжаем дальше плыть, и ты у них можешь даже спросить, каких-то советов, а что будем делать, а что дальше? И тебе все все подскажут, и как-то все само собой случится, и все будут чувствовать свою причастность к чему-то такому. И потом вот возникает какое-то такое взаимное уважение. Мне кажется, так. Елена, вопрос к вам. А вот на этапе выбора работы, насколько кандидат обращает внимание на столь важную вещь, как атмосфера в коллективе, корпоративная культура, или это уже потом приходит со временем, когда он уже сделал свой выбор, и там уж повезло, не повезло. Вот на старте кандидат оценил этот момент, или все-таки смотрит на более прагматичные вещи, там, зарплата, близость к работе, к дому? Ну, на самом деле, во-первых, я хотела дополнить коллег относительно корпоративной культуры, потому что, мне кажется, все-таки в первую очередь она начинается именно с правильного подбора, да, потому что если вы выберете человека из компании с аналогичной, например, системой работы, если он придут, например, что он работает в крупной корпорации, где у него все процессы отстроены, у него все понятно и прозрачно, то прийти, там, не знаю, в не очень большую клинику, где все пока еще не устроено и работает на коленке, ему морально, может быть, будет тяжело, и вполне вероятно, что процесс адаптации он может не пережить. Что касается вашего вопроса, то на самом деле здесь, во-первых, это зависит от сферы кандидата, да, там, для врачей это может быть даже, там, важнее, чем, там, не знаю, для медицинских частер. Но, опять же, здесь тоже важно понимать, мы говорим про человека, который приходит на основную занятость или для человека, который приходит на совмещение, потому что человек, который приходит на совмещение, скорее всего, этими вопросами будет интересоваться в минимальной степени, а то и не интересоваться совсем, да, особенно если это, там, кандидат, который, если мы про врача говорим, который вообще, в принципе, приходит под запись, да, быть может, он даже этот коллектив практически в полной мере не увидит, и, ну, периодически только в коридоре, может быть, с ним не столкнется, да. Если все-таки говорить про основных сотрудников, как, наверное, основной принцип выбора потенциального работодателя, они зачастую его не называют. Но при общении, например, там, даже с медицинской сестрой, у меня был опыт, когда мы подбирали в такую достаточно камерную клинику, где тоже коллектив работал очень долго, там, по 10 лет или кто-то даже с самого начала существования клиники, и речь шла не только о врачах, но и там о среднем медицинском персонале, администраторах, и мы выбирали людей еще исходя из их там внутренних интересов, каких-то хобби и так далее. И когда мы им говорили о том, что работодательная, это обращает внимание, потому что для него важно, чтобы его потенциальные сотрудники помимо работы могли, там, даже за чашечкой чая обсудить темы, которые у них могут быть общими, многих это действительно цепляло, и для них это становилось таким вот хорошим знаком качества. Они говорили о том, что это здорово, что работодатель так щепетильно относится к сотрудникам и к их корпоративной культуре. И, соответственно, именно те, которые на это соглашались, они и выходили в эту клинику работать, и оставались там работать долго и счастливо. Те, кто на этом этапе сразу говорят, о чем вы так много мне вопросов не про профессию задаете, они, естественно, и не проходили следующих этапов собеседования, в силу того, что просто совершенно другая внутренняя культура, которая там просто не приживется. Можно я маленький комментарий добавлю? Мне просто хочется, чтобы у наших слушателей, зрителей тоже не сложилось, может быть, неправильного впечатления. Корпоративная культура – это не только про любовь друг к другу. Это на самом деле корпоративная культура в каких-то компаниях может быть очень жесткой, сухой и стандартизированной. И это тоже будет культура. Не бывает компаний без корпоративной культуры. Совершенно верно, Сергей, совершенно верно. Поэтому просто важно подбирать людей, которые действительно будут похожи, они близки со схожими ценностями, со схожими представлениями о мире. Будет проще их интегрировать в свою культуру. И важно понимать, кого вы берете, потому что если человек очень иной корпоративной культуры, очень часто руководителям хочется, знаете, взбодрить команду. Аккуратно. Потому что если берете человека совершенно принципиально иной корпоративной культуры, но при этом с очень яркими лидерскими качествами, можно очень сильно расшатать то, что есть, и потерять персонал устойчивый, который у вас работает много лет. Этим надо управлять. Вот абсолютно точно. Мы намеренно сегодня не стали развивать тему образования и непрерывного медицинского образования, а также тему выгорания, потому что мы договорились, что мы сделаем про это отдельные передачи. Потому что темы большие, емкие, очень актуальные. Поэтому, уважаемые телезрители, слушатели, оставайтесь с нами в проекте «Совет директоров» и ждем вас в новых эфирах. И смотрите нашу программу. До свидания. Спасибо вам большое, что приняли участие. Было очень интересно. Взаимно. Спасибо. Всего хорошего. Всего хорошего. До свидания. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует.